Воспалительные заболевания кишечника Спасибо, Андрей Олегович, за участие. Что такое язвенный колит и болезнь крона, наши слушатели, конечно, знают. Это синдромальные, по сути, диагнозы, при которых при язвенном колите по общей договоренности поражается только толстая кишка, всегда поражается прямая кишка, воспаление носит поверхностный характер, не выходит за пределы слизистой оболочки. Да, эти признаки достаточно условны, но они позволяют очень эффективно определять хирургическую тактику. Потому что если при язвенном колите мы видим, по сути, катаральный процесс, ограниченный только толстой кишкой, распространяющийся по ней непрерывно, при болезни крона мы видим феномен прыжков кенгуру. То есть чередование совершенно здоровых участков кишки и участков тяжело, глубоко измененных язвами. Процесс этот гранулематозный и процесс, который может, к сожалению, поражать любой отдел пищеварительного тракта. Отчасти вот эти разные свойства заболевания определяют и разный характер осложнений. А именно осложнений являются поводом для подключения к лечению хирурга и для проведения операции. При язвенном колите очень выраженный процесс в пределах слизистой оболочки может привести к повреждению энтерального нервного сплетения и паралитической токсической дилатации толстой кишки. Она, увы, может закончиться перфорацией толстой кишки. Ну и, кроме того, чрезмерное кровотечение может привести к геморрагическому шоку и тоже стать поводом для экстренного хирургического вмешательства. Кроме того, многолетнее воспаление при язвенном колите в слизистой оболочке в состоянии спровоцировать рак толстой кишки, тоже требующий хирургического и онкологического подхода. При болезни крона трансмуральное поражение кишки может привести к образованию глубокой язвы, которая завершится формированием свища. Он может соединить стенку кишки с полым органом, с передней брюшной стенкой, с соседней петлей кишки. Болезни крона может осложняться перианальными проявлениями. Ну и, наконец, рубцевание кишки в процессе заживления язвенного поражения может привести к образованию структуры и кишечной непроходимости. И поэтому, увы, очень часто в лечении этих заболеваний, из-за этих осложнений, мы вынуждены, а чаще с радостью прибегаем к помощи хирургов-колупроптологов. Не могу сказать, что мы с радостью прибегаем к хирургическому лечению этих пациентов, потому что, ну, действительно, это достаточно тяжелая группа больных. Большинство из этих пациентов получают иммуносупрессивную терапию, причем достаточно длительно. А мы знаем, что иммуносупрессивная терапия ухудшает результаты послеоперационного периода, увеличивает количество гнойно-септических осложнений. Поэтому время, когда нужно прибегать к хирургическому лечению у пациента, оно очень ограничено. И есть такая золотая середина, когда мы должны получить пациента от врача-гастроэнтеролога, который пытался помочь пациенту и в какой-то момент понял, что это неэффективно, и вовремя его передал хирургу. Вы видите на слайде, что около 20% пациентов с язвенным колитом хотя бы раз переживают тяжелую атаку. И почти 30% пациентов, которые переживают тяжелую атаку, нуждаются в хирургическом лечении. Но если мы говорим о язвенном колите, то хирургическое лечение заключается в удалении толстой кишки, потому что, как мы уже договорились, язвенный колит поражает толстую кишку. И я сейчас следующим слайдом покажу, какие мы операции можем делать. В любом случае, пациент инвалидизируется от данной операции. Мы убираем толстую кишку из тонкой кишки, мы формируем подобие прямой кишки. И операция, которую мы на данный момент имеем в нашем арсенале, это компромисс между функциональным результатом и излечением от заболевания. Критерии вот этой тяжелой атаки, это, увы, нередкое явление, они придуманы-то были именно для хирургов-колупрактологов, строго говоря. Это, по сути, критерии госпитализации пациента. То есть, не просто частый стул, как вы видите на экране, но и признаки системного страдания организма. Это тахикардия, это лихорадка, это падение гемоглобина. В общем, явление интоксикации, когда, правда, счёт идёт на часы иногда, и когда пора госпитализировать пациента и назначать ему внутривенные стероиды. Что же может ещё стать поводом для операции при язвном колите? Это осложнённое течение, токсическая дилетация, как вы уже сказали, кровотечение из слизистой кишки, поскольку слизистая кишка поражается при язвном колите. Перфорация органа и малигнизация, конечно же, является показанием к хирургическому лечению. Но и также неэффективность лекарственной терапии. Это гормональная зависимость и резистентность, это сверхтяжёлый депют заболевания. Или исход других деструктивно-воспалительных процессов, которые могут развиться вокруг стенки толстой кишки. Часто именно токсическую дилетацию как-то упускают нередко из вида. Может, нам стоит озвучить критерии, как-то описать эту клиническую ситуацию в практике? То есть, когда же следует подозревать токсическую дилетацию у пациента с язвным колитом? Любой хирург должен знать эти критерии. Если у пациента идёт нарушение отхождения стула и газов, у него равномерно вздувается живот, мы видим, при перкуссии мы ощущаем темпонит над проекцией поперечной ободочной кишки, выполняем обязательно рентгологическое исследование, обзорный снимок брюшной полости. И вот как на слайде мы можем увидеть вот такую баллоннообразную раздутую толстую кишку. Она, как правило, заполнена газом, жидким содержимым. Критерием является диаметр 6 см. Это тот диаметр, который является основополагающим к постановке диагноза токсической дилетации ободочной кишки и необходимости подготовки пациента к срочному хирургическому лечению. Обязательно пациент, который поступает в тяжёлый состояние с тяжёлой атакой язвенного колита, ему на первом этапе выполняется это обследование, для того, чтобы мы смогли в течение 72 часов, когда начинаем лекарственную терапию, оценить динамику увеличения диаметра или уменьшения диаметра ободочной кишки. Главное, чтобы этот диаметр не увеличился, тогда мы можем подозревать в этом, наряду с другими критериями, что наше лечение помогает и, может быть, хирургическое лечение удастся избежать. Приоритетом, конечно, такой ситуации является назначение внутривенных глюкокортикостероидов в высокой дозе. Как правило, если уже на фоне гормональной терапии развивается токсическая дилетация, это тоже, разумеется, критерий неэффективности консервативной терапии, повод или использовать терапию спасения, о которой позже, или действительно выполнение хирургического пособия. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда пациент годами получает стероиды с каким-то эффектом. Мы не говорим о тяжелой атаке, мы говорим о таком хроническом, непрерывном, упорном течении язвенного колита. Нравится ли вам оперировать таких больных? Задам я провокационный вопрос. Вообще, методика оперирования пациентов с язвенным колитом и болезнью Крона, она была во многом описана и изучена американскими врачами. Из Кливленской клиники Виктор Фазио был одним из основоположников подхода к лечению. И основным залогом успеха хирургии является выбор метода и объема хирургического лечения у больного, который уже получал терапию. Я покажу потом в слайдах, что длительность приема иммуносупрессивной терапии может обуславливать тип и выбор метода оперирования, доступа оперирования, формирование анастомоза межкишечного, как мы его будем формировать, ручной, аппаратный, конец-конец, бок-бок. То есть много хирургических нюансов, которые нужно применить, зная, какую терапию и в течение какого времени получал пациент. То есть мы можем в некоторой степени спрофилактировать развитие осложнений, используя вот эти специальные методы, хирургические приемы для того, чтобы помочь пациенту. Ну и не упускать, конечно, момент констатации устойчивости или зависимости. В российских клинических рекомендациях такие определения присутствуют. Используется понятие гормональной резистентности. Ну, в России исторически используются достаточно высокие дозы глюкокортикостероидов. В последнее время пришли все-таки к дозе европейской. Это 125 мг преднизолона внутривенно при тяжелой атаке. Но надо понимать, что отсутствие эффекта от этой терапии в течение 7 дней, а если мы говорим о нетяжелой атаке, о средне-тяжелом обострении язвного колита, отсутствие какого-либо улучшения в течение 4 недель, это повод признать устойчивость больного к действию системы глюкокортикостероидов. На деле, конечно, 4 недели эффекта даже перорального преднизолона при средне-тяжелой атаке язвного колита мы не ждем. Мы ожидаем какого-то улучшения в течение 2 недель при тяжелой атаке, в течение недели максимум. Но нередко мы сталкиваемся с тем, что пациенту помогают глюкокортикостероиды, он при снижении дозы вновь испытывает симптомы заболевания, возвращается к приему препарата и так годами нередко эти препараты принимает. Здесь важно подчеркнуть, что эта вынужденная нередко тактика за неимением компетентной помощи или альтернативных препаратов, она вредна не только побочными эффектами, знаменитыми побочными эффектами системных стероидов. Важно понимать, что это совершенно не меняет естественную судьбу заболевания. И, грубо говоря, судьба пациента, который при каждом обострении получает и получает новый курс системной терапии преднизолоном или метилпреднизолоном, судьба этого человека будет такая же, как если он не получает никакой терапии в принципе. То есть он будет просто неумолимо скатываться к более агрессивному течению болезни и, вероятно, к уже вынужденной операции. Всё-таки насколько быстро в вашей практике приходится принимать решения, вот работая в тандеме с гастроэнтерологами? На какой день вы появляетесь как ангел возмездия в палате со словами «отдайте мне этого человека». На самом деле мы появляемся в тот момент, когда пациент перешагнул порог клиники. То есть принцип такой, что пациента осматривает гастроэнтеролог и хирург, если мы говорим о тяжёлой атаке, и знакомство начинается у эндоскописта в манипуляционной осмотре толстой кишки, неподготовленной. Только тогда мы можем увидеть картину заболевания, спрогнозировать течение заболевания. И у нас мы чаще придерживаемся золотого правила 72-х часов. То есть от начала лечения в клинике до, скажем так, принятия основного решения должно пройти не больше 72-х часов. Если за 72-х часа мы видим тренды к улучшению состояния пациента и по анализам крови, провоспалительным изменениям, по состоянию слизистой кишки, естественно, мы не будем брать этого пациента на хирургическое лечение. С другой стороны, если мы видим, что в течение 72-х часов провоспалительные изменения нарастают, нарастает индексикация у пациента, то, конечно, мы с меньшей степенью вероятности можем ожидать благоприятного исхода лекарств этой терапии. И здесь мы уже собираемся на консилиум для того, чтобы определить по критериям, возможно ли назначить саловичную терапию. Если ее невозможно, и мы ожидаем низкую эффективность этой терапии, то, конечно, будем предлагать хирургическое лечение пациенту. Я вот хочу сказать, что американских рекомендаций отличаются от российских. Они более жестко подходят, они 72 часа все-таки ждут. Хотя по их внутреннему стандарту считается 5 дней, но тем не менее, последние их данные говорят о том, что если за 3 дня, за 72 часа не происходит изменений, то практически ни у кого эти 2 дня дополнительные улучшения не вызывают. А вот, к сожалению, состояние может ухудшиться пациента, и у хирург будет поставить менее выгодные условия для операции. Собственно, здесь, наверное, не секрет, что то, что в России мы ждем нередко 7 дней, за рубежом нередко 3 дня, связано, конечно, с низким доступом нашим врачебным к терапии спасения, или к салвич терапии. Это пока из препаратов рекомендованных, это инфлексимаб, это ингибитор фактора некрозоопухоли альфа, это циклоспорин, который вроде бы дешевле, но, конечно, требует очень контроля терапевтического уровня препаратов, в крови, контроля функций почек, и, увы, не так удобен в практическом использовании, как инфлексимаб. Конечно, поскольку эти препараты обладают очень высокой стоимостью, нередко, да, терапия тяжелой атаки стероидами, даже уже с констатированной гормональной резистентностью, затягивается просто по организационным причинам, потому что необходимо какое-то согласование такой дорогостоящей терапии, хотя, да, это, увы, порочный круг, потому что вот интересный критерий вы приводите по тому, когда пора оперировать, да, связанный с альбумином. Тем не менее, и такой критерий есть. Конечно же, мы в клинике чаще всего не опираемся на один критерий, но мы его принимаем во внимание. То есть мы знаем, что альбумин – это основная транспортная единица у человека в крови. И если мы будем назначать какие-то препараты, а альбумина будет достаточно мало, его концентрация, то, соответственно, ожидать какого-то хорошего эффекта от лечения мы не можем. Соответственно, просто этот параметр иногда приходится корректировать для того, чтобы обеспечить просто транспортную функцию крови и дать возможность препарату сыграть свою роль и, может быть, помочь пациенту. А также вот я привел Оксфордский шведский индекс, который как раз оценивает состояние пациента после 72 часов назначения гормональной терапии. Вы видите параметры, на которые опираемся и которые мы учитываем в принятии решения в пользу хирургического лечения или всё-таки в пользу продолжения терапевтического лечения. Ну или терапия спасения, получается. Терапия спасения, да, если есть возможность. Всегда для пациентов это некая шоковая ситуация. Это услышать, что мы попробовали, мы нередко уговариваем их на терапию стероидами, нередко потом уговариваем на терапию спасения. Это всегда вызывает, конечно, в известной степени опасения, что и побочных эффектов. Всё-таки чего ожидать пациентам от первого визита входа в палату хирурга? То есть как вы обычно объясняете пациентам необходимость операции? Ну, поскольку я уже сказал, что первый вход хирурга – это, да, практически в приёмном покое, мы знакомимся, мы объясняем пациенту о том, что мы будем совместно с коллегами лечить пациента, принимать решение по дальнейшей тактике его введения. И через 72 часа, если не наступило ухудшение, более ранний срок, мы, опять же, оцениваем все данные про воспалительные данные, эндоскопической картины, клиническую картину заболевания. И уже с пациентом беседуем о том, что мы склоняемся к тому или иному виду лечения, который можем ему предложить. И, конечно, бывает ситуация, когда мы вынуждены констатировать неэффективность лекарственной терапии, хотя последние годы, благодаря появлению новых препаратов, это становится намного реже. И я, как хирург, честно могу сказать, что я счастлив, потому что, на мой взгляд, лучше та операция, которая не сделана, и ничего лучше, чем собственная толстая кишка, конечно, мы не можем создать. Но, тем не менее, если вовремя оценить пациента и понять, что лекарственная терапия неэффективна при язвенном колите, мы все-таки можем сделать операцию резервуарную, когда из тонкой кишки мы формируем тонкоишечно-джиобразный резервуар, он выполняет функцию прямой кишки. Эта операция позволяет сохранить пациенту естественную континенцию, и она может выполняться в два-три этапа. Но, тем не менее, в итоге пациент может жить без стомы и опражняться естественным путем. То есть ситуация, когда состояние пациента критическое, или если он получал бесконтрольное лечение иммуносупрессивными препаратами, гормональными препаратами, то, к сожалению, чаще всего приходится выполнять операции калечащие, это колпроктоктомия, когда удаляется не только ободочная кишка, но и прямая кишка, без возможности последующего восстановления анальной континенции, без возможности формирования тазового резервуара. К сожалению, в основном пул пациентов наших – это молодые пациенты, трудоспособного возраста, детородного возраста, молодые женщины. Поэтому очень важна вот эта золотая середина лекарственной терапии, когда мы понимаем, что человеку нужно предлагать хирургическое лечение для того, чтобы иметь возможность выполнить реконструктивную восстановительную операцию. Ну вот здесь на слайде приведены примеры из нашего операционного блока. Первая пиктограмма сверху показывает самый неблагоприятный вариант операции – колпроктоктомию, когда удаляется ободочная прямая кишка, выводится постоянная концевая или остома. И дальше показана схематичная операция с формированием тазово-тонокишечного резервуара, а внизу картинки приведены из операционной, как это выглядит. Открытые операции, лапароскопические операции мы выполняем. Лапароскопические операции легче выполнять, когда у пациента нет значимых осложнений, то есть когда вовремя принято решение о хирургическом лечении, еще не наступили осложнения. И фактически через 4-5 проколов мы имеем возможность удалить толстую кишку, сформировать тазовый резервуар. И пациент получает достаточно высокое качество жизни. Если мы говорим о какой-то форме осложненного течения язвенного колита, кровотечения, перфорации, то здесь, к сожалению, нам приходится прибегать к традиционному виду хирургии, лапаротомии, удалять толстую кишку и пусть ситуация уже действует в зависимости от поражения прямой кишки и формировать концевую остома постоянную или временную составлением прямой кишки, чтобы потом иметь возможность сформировать резервуар. Как я уже сказал, стратегия при язвном колите хирургическая, она глобально состоит из двух вариантов операции. Это колпроктектомия, когда удаляется вся толстая кишка, и субтотальная резекция с формированием последующего резервуара. Убираем ли мы на первом этапе прямую кишку или нет, это как раз и зависит от того, какой вид терапии получал пациент. Если пациент был на иммуносепрессивной терапии, то мы разделяем тазовый этап, откладываем его на второй этап хирургического лечения. Почему? Потому что тазовый этап приводит к увеличению числа гномосептических осложнений и увеличивает количество все-таки кровопотерей во время операции. Хотя сейчас при лапароскопических технологиях счет идет на миллилитры, но тем не менее. Большие исследования показали, что этот этап нужно делать срочно. Здесь опять же приведены фотографии из операционного блока. Слизистая ободочная кишка на разрезе. Вы видите, что практически отсутствует слизистая оболочка. Она представлена в виде таких островков перманентных. И, конечно же, такая толстая кишка не выполняет свою функцию. Многие пациенты задают вопрос, а как же я буду жить без толстой кишки? Но на самом деле эти пациенты уже живут без толстой кишки, потому что она не выполняет свои функции, она является только источником хронического воспаления и проблем. Если я правильно понимаю, нередко вот эта тактика не выполнять сразу резервуар, не формировать его, не накладывать сразу резервуар, ректальный анастомоз, резервуар анальный анастомоз, она часто связана еще с неопределенностью в диагнозе. Ведь очень часто к нам поступает пациент с тяжелой атакой язвного колита. Мы действительно, это, наверное, стоит подчеркнуть. Мы делаем исследование без подготовки, кишка со стулом 15 раз в день, в любом случае пустая. Мы часто не осматриваем кишку тотально, чтобы не спровоцировать дилатацию, перфорацию. Мы оперируем в условиях некого информационного вакуума, и понимая, что, скорее всего, это язвенный колит, но может быть болезнь крона, чуть другое заболевание, с чуть другим тактикой, с другой хирургического лечения. Поэтому нередко финальный диагноз устанавливается уже после субтотальной резекции оботочной кишки, когда гистолог получает материал какой-то. Абсолютно, да, с вами согласен. Если пациент ранее не был под наблюдением гастроэнтерологов и диагноз не был установлен точно, то, конечно, при первом знакомстве с пациентом и вот такой тяжелой атаке без эффективности лекарственной терапии, конечно, мы склоняемся всегда к выполнению субтотальной резекции для того, чтобы окончательно установить диагноз и после этого уже принять решение, что делать с прямой кишкой. Нередко, мы с вами хорошо знаем, бывают и недифференцированные колиты, и даже другие заболевания, которые могут скрываться под маской язвенного колита и болезни крона, когда в экстренной ситуации не всегда удается поставить окончательный диагноз, а иногда и морфологи после получения макропрепарата не дают однозначного заключения, поскольку имеются признаки и одного, и другого заболевания, и мы это хорошо знаем. Поэтому нужно 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Насколько часто приходится прибегать к формированию постоянной лиостомы? То есть всё-таки в среднем пациент с тяжелой атакой язвенного колита скорее пойдёт по пути многоэтапного хирургического лечения и формирования резервуара и анальной дефекации, или всё же в каком-то проценте случаев придётся сразу остановиться на жизни с постоянной стомой? В современных условиях частота колопроктектомии в первом варианте одноэтапной операции, я думаю, что не превышает 3%. Почему? Потому что эта операция выполняется только при жизнеугрожающем состоянии пациента, это перфорация прямой кишки с развитием абсцесса тазового, или кровотечение фатальное именно из прямой кишки. Во всех остальных ситуациях мы стараемся даже при тяжёлом поражении слизистой сохранять прямую кишку и формируем концевую илиостомы, подшиваем прямую кишку к передней брюшной стенке, к апоневрозу. После операции продолжается лечение пациента, потому что прямая кишка слизистой остаётся, и, естественно, мишень для болезни тоже есть у пациента. Соответственно, назначается местная терапия, гормональная клизма, которая позволяет в большинстве случаев залечить воспалительный процесс в прямой кишке. Где-то ещё 1-2% пациентов, к сожалению, нам не удаётся достигнуть ремиссии в слизистой прямой кишке, и в течение ближайшего послеоперационного периода, в течение 30 дней после первой операции, у них развиваются фатальные кровотечения из прямой кишки, что требует выполнения второго этапа. Мы выполняем интерсвинтерную экстерпацию, удаляем внутренний свинтер, сохраняем наружный. Это позволяет минимизировать хирургическую травму промежности, сократить объём и резицируемого органа, и объём кровопотери, и снизить количество гноиносептических осложнений. Опять же, вот об этих типс-энтрикс хирургических, что делать, если у тебя пациент уже с осложнениями? Как минимизировать твою хирургическую агрессию, чтобы она не привела ещё к большим осложнениям? Всё же большинство пациентов подвергаются операциям с формированием вот этого резервуара. И, конечно, при обсуждении операции нам, гастроэнтерологам, ещё в палате на этапе консервативной терапии задают вопрос, а, собственно, если всё так гладко, то почему вы меня вообще лечите, доктор? Почему вы сразу не позовёте вашего коллега-хирурга, который нас встретил на входе в клинику, и сразу не предложите нам, собственно, такую операцию с восстановлением анальной дефекации? Что бы вы ответили этим пациентам? Ну, как я уже сказал, ничего лучше, чем толстая кишка, не придумал, Господь Бог. И мы, хирурги, можем создать только какое-то некое подобие. Всё равно эта операция является компромиссом между функциональностью и излечением от заболевания. Если говорить об осложнениях, которые развиваются при формировании тазово-тонокишечного резервуара, ну, в первую очередь, возьмём молодых девушек фертильного возраста. Это возможность развития спаек в полости малого таза, что может привести к нарушению фертильности и, соответственно, нарушению в детородном периоде возможность иметь ребёнка. Поэтому даже лапароскопическая операция, хотя она менее способствует образованию спаечного процесса, тем не менее могут вызывать эти проблемы у молодых женщин. Поэтому иногда в такой ситуации выполняется операция компромисса с сохранением прямой кишки и формированием тонкишечного прямокишечного анастомоза или ректа анастомоза на период, пока женщина фертильна, пока она планирует родить ребёночка, одного-двух, и после этого уже принимается решение об удалении прямой кишки с мугоемоязаном колитии и формировании тазового резервуара. Что касается функциональных результатов, вы видите, что частота опорожнений у пациентов с резервуаром у 30% менее 6 раз в сутки, у 40% пациентов это 6-8 раз в сутки, обычно 4-5 в течение дня, 1-2 в течение ночного времени. От 9 до 10 раз в сутки опорожнение 22%, и более 10% это 10% пациентов. В ночное время как минимум однократный поход в туалет в ночное время ощущают 58% пациентов по данному исследованию. Возможность задержать стул после того, как появился позыв на дефекацию, менее 15 минут всего 10% пациентов отмечают, менее 30 минут 32% пациента, и более 30 минут 60% пациента. То есть, в принципе, результаты неплохие. По собственному опыту могу сказать, что наши пациенты во многом активные, с активной жизненной позицией, занимающиеся иногда активными видами спорта, возвращаются в спорт, ну, конечно, непрофессиональный, но любительский, и в достаточно серьезные виды спорта, и набирают вес, достигают успехов. Нужно помнить, что при тазовом резервуаре все равно сохраняется так называемый каф, это манжетка слизистой прямой кишки, где-то 2-2,5 см, это слизистая прямой кишки, и она содержит рецепторы объема, которые играют важнейшую роль в анальной континенции, то есть функции удержания кала и ощущения позывов к дефекации. Нужно помнить, что в этом участке прямой кишки может, фактически, хирургический анальный канал, может заболевание быть, язвенный калий, да, прогрессировать, и эта зона нуждается в тщательном, пристальном осмотре врача-колупрактолога-газа, гастроэнтеролога в последующем приведении пациентов с резервуарами, потому что это место, где через 10-15-20 лет может развиться в том числе и колоректальный рак. Но самое главное наблюдать этих пациентов, выявлять изменения слизистой, назначать своевременно лекарственные препараты, которые позволяют купировать симптомы воспаления, если появляются полипы, удалять эти полипы своевременно, и это залог успешности. Ну, тем более, что часто эти пациенты приходят к гастроэнтерологу, уже соперировавшись со словами, да, вроде нам говорят, что с операцией всё в порядке, анастомоз герметичен, да, состоятелен, всё прекрасно, работает резервуар слишком бурно. Часто как-то пациенты, по крайней мере, в моей практике, пренебрегают использованием лапирамида, который вполне можно использовать для контроля частоты стула. Часто правда упускается из виду резервуарит, или не совсем корректная транслитерация на русский, поучит от пауч, да, карман или, собственно, резервуар. Вещь распространённая по статистике за год, да, не менее половины пациентов такой пережить могут. Это, по сути, не специфическое, индуцированное бактериями, изменениями микрофлоры, вот в этой псевдо прямой кишке состояние воспалительное, которое лечится успешно, как правило, специальными антибиотиками или метронидозолом, но которое, да, может теоретически сымитировать, словно бы, возврат воспалительного заболевания кишечника нередко требует дифференциального диагноза с болезнью крона, то есть с горнолематозным, уже поражением тонкой кишки. Хотелось бы, наверное, подчеркнуть то, что вот результат этого лечения, в том числе функциональный, он сильно зависит от того, чем мы, гастроэнтерологи, будем лечить до операции. Он вообще зависит от цепочки ведения пациента. От момента, как он переступил порог клиники с тяжёлой атакой до момента принятия решения о хирургическом и лекарственной терапии, от момента, когда хирург выполнил операцию, передал его, опять же, врачу-гастроэнтерологу, который поддерживает лекарственную ремиссию вот в этом оставшемся участке слизистой прямой кишки, наблюдает регулярно этого пациента, даёт ему рекомендации, потому что вот этот синдром избыточного бактериального роста в резервуаре, он случается, и приблизительно 40-50% пациентов раз в год встречаются с резервуаритом. Избежать этого, к сожалению, нельзя, потому что слизистая прямая кишка не приспособлена к заселению флоры, которая присуща толстой кишке, и, скажем так, в комплексном лечении пациентов необходимо ещё назначать препараты, которые поддерживают барьерную функцию слизистой тонкой кишки, ну и периодически при развитии такого процесса назначать анибактериальный препарат, санации. Ну и нужно отметить, что иногда пациенты не очень комплоентны нашим рекомендациям, потому что как только пациент начинает чувствовать себя лучше, когда у него частота стула нормализуется, когда у него оформляется стул из жидкого в более плотный, они начинают пренебрегать рекомендацией по диете, рушать её, и происходит срыв, соответственно. Поэтому здесь нужно и с пациентом ещё вести диалог и говорить о том, что, конечно, абсолютных противопоказаний по диете нет, но тем не менее нужно выбирать период времени, когда человек может более качественно уделить внимание своему гигиене в это время, и дополнительно начинать принимать лекарственные препараты, которые нивелируют вот эти огрехи в диете. Ферментные препараты, защитные препараты, ну и так далее. На слайде хотел отметить подтверждение своих слов о том, что мы, хирурги, выбираем тип и метод операции в зависимости от того, какого пациента мы получаем. Первый график показывает отношение рисков развития гнойно-септических осложнений у пациентов, которые получали и не получали иммуносупрессивную терапию препаратами анти-ТНФ, и которые выполнялись операции по формированию тазового резервуара. И вот частота гнойно-септических осложнений была гораздо выше у тех пациентов на 20%, которым операция выполнялась одномоментно. То есть пациент на иммуносупрессивной терапии, хирург хочет уменьшить количество операций, он сразу удаляет толстую кишку, ободочную и прямую, сразу формировал тазовый резервуар под прикрытием элиостома, и получает гнойно-септические осложнения у этих пациентов, которые могут в последующем помешать вообще запустить этот резервуар. То есть резервуар сформирован, сантиметров 60-80 тонкой кишки мы на это дело потратили, а в последующем этот резервуар запустить не получится. Более того, в отключенной кишке возможно развитие онкологического процесса, поэтому очень важно выбирать тип операции, метод операции, объём операции, этапность операции, в зависимости от того, какого пациента мы получили. Есть и практически линейная зависимость, даже между тем, как долго мы, гастроэнтерологи, лечим пациента до момента операции. Линейно от этого зависит риск любых послеоперационных осложнений, поэтому ещё важно это и вовремя делать. Как я понимаю, это признаётся и руководством Европейской организации по лечению ясно-уколитой болезни. Безусловно, да, вы видите, что назначение гормональных препаратов в дозе больше 20 мг в течение длительного времени приводит к увеличению количества гноэнсептических осложнений. Ещё одно исследование консенсуса ЭКО по язвенному колиту, которое оценивало риск осложнений у пациентов, которые получают антифенотерапию, иммуносупрессивную терапию, вы видите, что исследования и результаты этих исследований достаточно разнонаправленные, поэтому на данный момент мы однозначно говорить о том, влияет приём анти-ТНФ препаратов на увеличение гноэнсептических осложнений, мы не можем. Однако последняя генерация этих препаратов, они уже не относятся к анти-ТНФ, это уже рекомбинантный препарат, который обладает минимальной иммуносупрессивной активностью, поэтому современная терапия позволяет в большинстве случаев нивелировать вот эти гноэнсептические осложнения, и сейчас у нас аллочная терапия пока прописана только одним препаратом анти-ТНФ группы, но надеюсь, что с развитием технологий, с появлением новых клинических исследований, рекомендаций уже будут подбираться к новой группе препаратов рекомбинантных, которые обладают минимальной иммунной активностью. Надеемся на это. Ну, собственно, да, здесь же во многом рекомендация по применению инфлексимаба связана просто с тем, что он давно на рынке, он давно используется, конечно, хорошо исследован, да, скажем, ведолизума, плитов, ацетинеп, новые действительно во многом более безопасные препараты с точки зрения побочного их влияния на портунистические инфекции. Наверное, нишу эту займут, как только появится более-менее компетентное исследование их именно в контексте тяжелой атаки, а не в среднем при язвном колите. Ждём. 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 Ещё одно показание для подключения хирурга к лечению язвного колита – это колоректальный рак или угроза колоректального рака. Это, к счастью, уже состоявшее событие, об этом знают пациенты, да, и знают иногда лучше собственного гастронтеролога и очень часто задают вопросы, как избежать рака и как предвосхитить его развитие при помощи терапии. Можем ли мы радикально уменьшить риск колоректального рака при язвенном колите? Можем. Скрининг. Вы видите, всего 1% пациентов традают колоректальным раком, у которых есть воспалительное заболевание кишечника. Это достаточно небольшой пул. Мы и здесь можем помочь нашим пациентам. Нужно отметить, что колоректальный рак, который развивается у этих пациентов в связи с хроническим воспалением стенки кишки, он несколько отличается от того колоректального рака, который развивается в спорадической ситуации. Видите, что чаще всего характерен мультицентрический рост и раннее метастазирование. Также более часто мы выявляем низкодифференцированные формы колоректального рака с возможностью к выделению слизи. Слизи – это радиопротектор и протектор от лекарственной терапии, поэтому это, как правило, опухоли, которые плохо отвечают на химиолочевую терапию. Но, естественно, если пациент у нас страдает воспалительным заболеванием кишечника, мало, наверное, кто из химиотерапевтов отважится на неодиумантную терапию. Отсюда и результаты хирургического лечения, они будут, конечно, несколько хуже, особенно если стадия уже запущенная, от тех пациентов, которые не страдают воспалительным заболеванием кишечника. Поэтому здесь очень важно своевременно начать диагностику этих пациентов. Вы видите на слайде популяционное исследование, которое показывает увеличение частоты развития колоректального рака у пациентов, по времени страдающих воспалительными заболеваниями кишечника. И кумулятивно нарастает этот процент пациентов в зависимости от срока, сколько лет страдает пациент этим заболеванием. Здесь хотелось бы, наверное, заметить, что этот постулируемый риск где-то до порядка 20% за 30 лет колоректального рака, всё-таки это данные, полученные в начале 2000-х годов, то есть у пациентов, которым диагноз технически ставили в 70-х. Всё-таки, конечно, тогда в распоряжении гастроэнтерологов были разве что преднизолоны, сульфисалазины. Наверное, можно обнадёжить и коллег, и пациентов тем, что, конечно, при современной тактике лечения, использовании более безопасных, более эффективных средств и при современных возможностях контроля, наверное, в абсолютном выражении этот риск будет меньше, чем... Ну и развитие скрининга по всем местам, потому что, чего греха таить, ещё лет 10-20 назад, наверное, такого количества колоноскопов и кабинетов эндоскопической в Москве и в России не было, поэтому сейчас увеличивается количество этих исследований, и мы можем выявлять заболевания на более ранних стадиях, и можем выявлять предраковые заболевания, различные полипы, дисплазии, которые ещё не успели перейти вот этот шаг от доброкачественного на границе с злокачественным, когда удаление этого образования просто профилактирует развитие колоректального рака. Ну, эпидемиологические данные говорят о том, что при язвенном колитии болезни Крона частота колоректального рака возникает в среднем где-то на 10-15 лет раньше, чем в общей популяции людей. Как правило, это более агрессивные формы, как я уже сказал, и 10-15% случаев смерти больных от воспалительного заболевания кишечника связаны именно с колоректальным раком. Факторами риска, как я уже тоже упоминал, является длительность течения заболевания, это распространённость поражения, наличие вторичных поражений, таких как слерозирующий холангит, это прогностический фактор того, что в ближайшее время у пациента может быть выявлена форма колоректального рака или другое заболевание онкологическое. Кризовое течение заболевания, я бы сказал, то есть с тяжёлыми обострениями, частыми обострениями, всё это, конечно, приводит в процесс хронического воспаления, приводит к малигнизации, увеличению рисков трансформации воспалённой слизистой в колоректальный рак. Хотя механизмы там отличаются от спорадически развивающегося колоректального рака, но, тем не менее, исход один. Всё равно пациент получает ту или иную форму онкологии, с которой он вынужден потом бороться, и врачи ему должны помогать в этом. А методы лечения у нас ограничены, поскольку, как я уже сказал, химиолочевая терапия в неодиумантном режиме здесь достаточно имеет ограниченные возможности. Ну и как снизить риск колоректального рака? Профилактика, то есть ранний скрининг, выявление заболеваний. Больные, страдающие язвным колитом, болезнью крона, не секрет, что должны раз в год проходить обследование, они должны раз в год или раз в два года, если нет признаков активного воспаления, выполнять колоноскопию. При этом, даже при отсутствии воспаления слизистой кишки, должна убраться биопсия из разных отделов кишки для того, чтобы определить, есть ли какие-то изменения в этой слизистой и интерпретировать эти воспаления для того, чтобы стратифицировать риск малигнизации и развития колоректального рака. Если у пациента есть какие-то признаки неконтролируемого заболевания, лекарственной терапии, выполнять вовремя операцию по удалению воспаленной толстой кишки и проводить химиопрофилактику. К химиопрофилактике относятся те препараты, которые позволяют достигнуть ремиссии и заживить слизистую толстой кишки для того, чтобы снизить риск заболевания. На слайде приведены примеры, как мы должны с эндоскопической точки зрения поступать у пациентов при язвном колите, выполнять регулярные исследования и даже при отсутствии воспаления слизистой брать биопсию, выявлять различные степени дисплазии этой слизистой и в зависимости от этого стратифицировать риск развития колоректального рака. Тут приведены данные российские по определению риска развития колоректального рака у больных язвным колитом. Здесь взяли 4 основных момента. Тотальное поражение, наличие воспаления эндоскопическое, гистологическое, это семейный анамнез колоректального рака, воспалительный полипоз. 4 балла, в зависимости от того, 0,2 балла пациент получает, это низкий риск развития колоректального рака, а если 3-4 фактора у пациента присутствуют, то высокий риск, и вы увидите, что необходимо регулярно и с большей частотой выполнять эндоскопическое исследование толстой кишки для того, чтобы вовремя выявить и сразу же предотвратить развитие заболевания. Данные современные, мы говорим о том, что процесс лечения больных динамический, он постоянно меняется. Наши рекомендации, американские рекомендации, они, в принципе, где-то пересматриваются раз в год, иногда раз в два года, если ничего значимого не происходит. Вот более современный уже вариант. Ну да, чуть-чуть другая система стратификации рисков, то есть риска дисплазии как предракового состояния. Но действительно, однозначно с высоким риском принято считать сочетание язвенного колита с первичным склерозирующим холангитом, патологией желчевыводящих путей. Риск столь высок, что обсуждается и профилактическая колоктомия после 10 лет. Это, конечно, так называемое хроническое активное воспаление, когда пациент, по сути, не выкарабкивается из обострения из года в год и наличие раннего колоректального рака родственника первой линии или уже выявленной дисплазии. Ну и отдельный разговор о стриктурах при язвенном колите. Собственно, в таком контексте, конечно, и раз в год это, возможно, слишком либеральное наблюдение за риском дисплазии. На практике, конечно, мы чаще сталкиваемся с пациентами со средним риском, когда мы имеем более-менее распространенный язвенный колит, относительно контролируемый препаратами, но без вот этих маркеров завышенного риска колоректального рака. Тогда 2-3 года – это рекомендация европейского консенсуса. Наша цель – поймать дисплазию или высокой степени, или низкой степени, в зависимости от этого определить тактику. Собственно, мы очень всегда настораживаемся, обнаруживая стриктуру на фоне язвенного колита. Это связано с тем, что сужение кишки, стриктура при подтвержденном диагнозе язвенного колита на поверку в 40% случаев уже является раком. А в 75% случаев это или рак, или дисплазия высокой степени. Поэтому, да, мы допускаем какое-то изменение строения стенки с течением времени, но сужение у пациента с установленным диагнозом это в первую очередь диктует необходимости какой-то медицинской визуализации. Конечно, обязательно многократной биопсии этой зоны, не дай бог пропустить рак. Впрочем, то же самое относится и к пациентам с болезнью крона. Просто с ней статистики меньше, потому что болезнь крона – это, конечно, более гетерогенная группа заболеваний, и стриктура там формируется по более понятным нам причинам патогенетическим. Но потенциально долго существующая структура при болезни крона тоже может оказаться опухолевой. Ее можно невольно проигнорировать, приняв это просто за проявление самого заболевания. Но вот вопрос, когда начинать дисплазию, часто пациенты задают, то есть делать ли мне, едва получив диагноз, сразу колоноскопию? Формально по статистическим данным риск колоректального рака при язвном колите в первые 7-8 лет болезни, если мы не говорим о пациентах с высоким риском заболевания, в общем-то, остается таким же, как в популяции. Поэтому, да, фактически первые 7-8 лет заболевания у пациентов до 40 лет мы вправе и не выполнять эндоскопическое исследование, если оно не поменяет тактику терапии. Ну и, наверное, уж если позволите, как выявлять эту дисплазию, потому что часто постулируемая поэтажная биопсия, когда с каждых 10 сантиметров 4 кусочка – это все мило, но какой патоморфолог согласится получить 40 биоптатов? И главное, да, какова будет точность этого исследования? Она, увы, все равно в таком формате эта процедура не точна. Я нашел любопытное математическое моделирование того, сколько нужно взять фрагментов слизистой оболочки, чтобы хотя бы с 90% точностью не пропустить более-менее распространенную дисплазию. Ну вот где-то 4500, обрадоваться потом. 4600. Или 4600. Конечно, мы уповаем на прогресс в визуализации улучшенной эндоскопии, прижизненной микроскопии и хромоэндоскопии – простой практичный метод с использованием красителя, который позволяет очертить как-то очаги дисплазии. Ну а профилактика – это уже по нашей части. Думаю, здесь мы можем подробно и не останавливаться. Это единственный парадокс в том, что азотиоприн, классический иммуносупрессор, который достоверно ассоциирован с риском лимфомы, рака кожи, он на удивление является средством химиопрофилактики колоректального рака. Поэтому да, одно лечим, другое в прямом смысле слова. Риск других заболеваний повышаем. Ну и все-таки болезнь крона. Болезнь крона – состояние неумолимо прогрессирующее, без адекватного лечения. Состояние, при котором приходится выполнять операции. Как вам кажется, все-таки операция на раннем этапе при лечении болезни крона оправдана или это всегда вынужденная мера, всегда расплата за пропущенный момент лечения осложнений? Ну на раннем этапе выполнения хирургического лечения при болезни крона всегда делается только при наличии какого-то осложнения, осложненного течения. Просто так, планово, даже при не совсем выраженной эффективности лекарственной терапии, конечно, хирург не возьмется, надеюсь, за нож. Потому что, в отличие от язвного колита, где поражается только толстая кишка, при болезни крона поражаются все органы желудочно-кишечного тракта. Поэтому, чем меньше операции переносит пациент, тем лучше, тем больше мы имеем шанс сохранить протяженность кишки и, соответственно, избавить пациента в последующем от развития синдрома короткой кишки после множественных резекций, нужно сказать, что при болезни крона всегда каждая атака сопровождается отеком в зоне воспаления и в последующем, когда эта атака регрессирует, этот отек замещается фиброзом. Замещение фиброза всегда меньше, чем отек тканей, поэтому эта зона уменьшается и с каждой атакой фиброз нарастает. Поскольку фиброз не имеет обратного развития, то каждая новая атака приводит к увеличению количества фиброзной ткани и нарастанию стриктуры. Поэтому когда-то хирургу все равно придется помогать терапевту для того, чтобы эффективно проводить лекарственную терапию пациенту. Здесь очень важно помнить о том, что мы выполняем хирургическое лечение болезни крона только осложненных форм или при отсутствии эффекта от лекарственной терапии, которая и провоцирует развитие этих осложнений. Кишечной непроходимости, развитие свища, абсцессы, кровотечения и другие осложнения. Если мы выполняем резекцию кишки, мы должны выполнять их достаточно экономно, потому что никто не знает, сколько еще операций предстоит перенести нашим пациентам, сколько еще таких тяжелых атак у него может быть. Поэтому если это впервые выявленная стриктура участка кишки, если она не очень протяженная, если она располагается в терминальном отделе подвздошной кишки, если переходим на биогениозаслонку, мы можем выполнить элеоцикальную резекцию. Не надо выполнять правостороннюю гемиколоктомию, как многие делают в стационарах городских, это абсолютно неоправданно. Отступ от места фиброзного изменения стенки кишки должен быть не больше 2 см, то есть мы отечные стенки кишки можем сохранять. Методой профилактики хирургических осложнений здесь является тип формирования анастомоза, рекомендуется выполнять более широкие анастомозирования участка кишки, то есть бок в бок по типу, не конец в конец или конец в бок, как выполняют в некоторых клиниках. Это позволяет спрофилактировать по следующему предназначению лекарственной терапии развитие рецидива этого заболевания. Очень важно помнить о том, что нужно сохранять каждый миллиметр стенки кишки. Если воспаление в стенке кишки отек, это хорошо видно на компьютерной томографии, необходимо эти участки сохранять. Если пациент уже перенес в анамнезе одну или несколько резекция тонкой кишки и у него опять развивается структура, мы вынуждены идти на повторную операцию, то здесь все-таки необходимо отдавать предпочтение методам структуры пластики. То есть, когда тонкая кишка в месте сужения не удаляется полностью, а выполняются различные варианты ее расширяющей пластики хирургически. Видите, что возможно выполнять такие варианты пластики даже достаточно при обширных повреждениях в структурах тонкой кишки более двадцати сантиметров, пластика поменьшилась и позволяет сделать подобие резервуара, который без уменьшения длины всасывающей поверхности кишки позволяет сохранить нормальный пассаж по стенке. Ну вот постулаты – это экономная резекция, небольшие автозные язвы в стенке слизистой тонкой кишки могут быть оставлены, их не обязательно убирать. Современная лекарственная терапия позволяет прекрасно контролировать эти очаги и переводить их в ремиссию. И если промежуток между участками кишки более десяти сантиметров, то, соответственно, склонятся к выполнению различных вариантов структуры пластики. Если меньше, то тогда уже резервировать этот участок единым блоком. Достаточно тяжелое состояние – это структуры двенадцатиперстной и тощей кишки. Здесь, к сожалению, мы вынуждены чаще всего прибегать к варианту формирования обходного настомоза. Это не самый лучший вариант, но он единственный, наверное, наиболее функциональный для пациента в этой ситуации. Ну и подбор, конечно, лекарственной терапии, чтобы дальше не развивалась структура в зоне формирования обходного настомоза. Действительно, мы, к сожалению, уже знакомы с этой печальной статистики, что, ну, по крайней мере, эндоскопический рецидив, то есть возобновление какого-то воспалительного процесса в течение года-двух, где-то у девяносто процентов пациентов этот рецидив возникает. Клинические проявления в первые пять лет у половины пациентов возникнут, и поэтому мы придерживаемся тактики в наших клиниках раннего послеоперационного осмотра, то есть через шесть месяцев после восстановления непрерывности кишечника выполняется эндоскопия. В нашем распоряжении есть индекс Рутгерца, это такой привет из эпохи, когда еще не было принято все время лечить болезнь крона, и можно было наблюдать, естественно, судьбу больных после иллюцикальных резекций. Действительно, едва появившееся воспаление, более-менее активное, с язвами или с несколькими автами, нередко заслуживает подключения поддерживающей терапии, вот не дожидаясь ни появления осложнений, ни даже появления каких-то симптомов или лабораторных отклонений. Так что, да, конечно, стоит, наверное, подчеркнуть для слушателей, что если при язвом колите операции будем считать исцеляющей, пусть и с расплатой в виде каких-то, да, не всегда удобных функциональных результатов, если не повезет, то при болезни крона операция – это этап лечения, который совершенно не меняет стратегию дальше постоянного мониторинга и, конечно, очень пристального консервативного лечения таких больных. И бывает досадно видеть, как, к сожалению, сейчас недавно написала пациентка молодая, после уже перенесенной ледоцикальной резекции, ей за эту неделю удалили ещё полтора метра тонкой кишки из-за трёх стриктур, где, наверное, было бы рационально обсуждать стриктуру пластику и органосохраняющую, по сути, операцию. Это из операционной, как выглядят стриктуры, как выглядят межкишечные свищи. Зон проведён между петлями тонкой кишки, которые спаялись между собой, между ними произошло формирование патологического соустия межкишечного свища. Вот я хочу сказать, что длительность течения болезни крона, она во многом предопределяет и возможность хирургической тактики. Если пациент длительное время находился на иммуносопрессивной терапии, особенно если это мы говорим о 90-е, ранние 2000-е годы, это чаще всего были курсы гормональной терапии, то при операции мы видим очень выраженную жировую дистрофию брыжейки органа, и она становится достаточно толстой, отечной, и выполнять операцию лапароскопическим методом, ну, у меня был случай, когда просто ни один существующий энергетический аппарат, который есть в клинике, не позволял выполнить достаточный гемостаз просто брыжейки, потому что она была настолько отечно инфильтрированная и толстая, хотя пациентка была в стадии ремиссии просто нарастала структура, его надо было участок уже удалять. Просто мы не смогли использовать энергетические девайсы, инструменты, которые бы позволяли безопасно выполнить гемостаз с резиденцированным участком тонкой кешки, просто пришлось выполнить минилапаротомию, чтобы вручную перевязать эти сосуды. По поводу формирования тонкокишечного резервуара при болезни крона с поражением толстой кешки, если еще, наверное, года 3-4 назад это считалось вообще табу, то на фоне современной иммуносупрессивной терапии новые геноинженерные препараты позволили сделать это реальностью и при поражении толстой кишки на данный момент, если у нас удается взять под контроль воспаление в дистальной отрезке культе прямой кишки, то мы можем формировать тазовые резервуары и их функционирование и частота развития свящей гномосептических осложнений она сейчас достаточно низкая, не превышает 5% от наблюдений и это позволяет применять эту операцию у больных, которые имеют возможность получать современную терапию иммуномодуляторами, иммуносупрессивными препаратами, рекомбинантными, которые сделали это просто реальностью. Фактически меняют, естественно, течение заболевания, поэтому, конечно, и результат, наверное, хирургического лечения со временем, и уже такие данные появляются, меняются с нынешнюю эру, так называемой биологической терапии, более таргетная терапия, более безопасная терапия, терапия, вероятно, более эффективная в долгосрочной перспективе. Ну и, наверное, в завершении нашей лекции, вот, пожалуй, главное поле для этого мультидисциплинарного подхода, о котором мы все время говорим в лечении воспалительных заболеваний кишечника, это периональные проявления болезни Крона, безумно инвалидизирующее состояние, состояние, иногда сильнее влияющее на качество жизни, чем мальабсорбция, анемия или просто осложнение со стороны кишки. Увы, не меньше половины пациентов с болезнью Крона при многолетнем наблюдении с чем-то подобным столкнутся. Здесь нередко у нас терапевтов оказываются связаны руки с эптическим гнойным процессом в малом тазу, поскольку назначаемые нами препараты, будь то классический иммуносупрессор, будь то даже биологические препараты, в состоянии усугубить этот гнойный процесс при отсутствии адекватного дренирования. Поэтому, наверное, нам стоит как-то описать методики лечения и даже осмотра нередко этих пациентов. Если к вам в клинику, я имею ввиду хирургов, коллапрактологов, пришел пациент молодой с вещом прямой кишки, очень важно собрать у него анамнез. А не было ли у него нарушений частоты и характера стула за последнее время? И если в анамнезе эти факты отмечены, то очень важно исследовать у него толстую кишку, а иногда хотя бы посмотреть дистальный отдел подвздошной кишки для того, чтобы исключить воспалительное заболевание. Почему? Потому что любая хирургическая активность в этой зоне при наличии активного воспаления на фоне болезни крона, ну в первую очередь мы говорим, приведет к тому, что это лечение будет неэффективно, ваша зона операции превратится в вторично заживающую рану, которая покроется грубленными рубцовыми изменениями и приведет в последующем все-таки канальный инконтинент, то есть недостаточность анального сфинктера. Поэтому при болезни крона все операции по поводу свечей прямой кишки должны не носить либо малоинвазивный характер, либо минимально травматично быть. Основным постулатом является правильное обследование пациента, безусловно, поскольку у пациента с болезнью крона поражением анального канала это исследование достаточно болезненно, это характеризуется сочетанием не только свечей, но и язву трещин анального канала. Поэтому очень важно в клинике проводить польцевое исследование этих пациентов под анестезией, потому что иначе просто пациент вам не даст возможность достаточно качественно и правильно оценить состояние распространения свеча, локализацию свеча по отношению к элементам запирательного аппарата. Ну и обязательно, конечно, выполнять магнитно-резонансную томографию для того, чтобы понять топографо-анатомические взаимоотношения свечевого ухода и выполнять дренирующие операции максимально часто, то есть выполнять установку резиновых выпускников-ситонов. Эта операция минимально инвазивная, заключается в том, что через наружное и внутреннее отверстие проводится резиновый выпускник, который позволяет дренировать гнойный очаг и абсолютно спокойно проводить иммуносупрессивную терапию с минимальными рисками развития гнойно-септических осложнений, сепсиса, тазового сепсиса и так далее. И на фоне современных возможностей лекарственной терапии мы получили новые малоинвазивные методы, которые можем применить в лечении этих свечевых форм. То есть мы знаем, что даже на фоне современной биологической терапии где-то процентов 30-35 свечей, хоть и перестают функционировать, но они анатомически остаются. Если мы у пациента констатируем клиническую, эндоскопическую, хотелось бы сказать иммунологическую ремиссию, но хотя бы клиническую эндоскопическую ремиссию мы можем использовать малоинвазивные методы для того, чтобы избавить пациента от свеча. А вот большие операции, резекционные, с пластикой, с пластикой свинтера здесь применять, конечно, не рекомендуется, потому что всё это обречено на фиаско, потому что процесс, он отличается от классического свеча прямой кишки, это иммунно обусловленное воспаление тканей, периональной области анального канала прямой кишки. Вот что я могу постулировать с хирургической точки зрения. Ну и тогда завершенный наш диалог, всё-таки кто же должен лечить язвенный колит и болезнь крона, как гастроэнтеролог или колопрактолог? Я думаю, что нам нужно сюда ещё позвать несколько специалистов, это эндоскопистов, врачей-рентгенологов, лаборантов, которые помогают нам правильно поставить диагноз, под морфологов, от которых колоссально зависит выбор принятия решения у больных. Мы знаем, что при биопсии очень редко, когда удается поставить диагноз, но тем не менее грамотный морфолог, грамотный эндоскопист даёт, ну, наверное, процентов 65-70% правильного диагноза, но от этого мы можем уже отталкиваться и выбирать нашу тактику лечения. Залог успешного лечения – это, конечно, взаимодействие. Надо дружить, взаимодействовать, общаться, собираться, обсуждать каждого больного по возможности, делать это не один раз, а в процессе лечения принимать иногда и противоположные решения, то есть мы можем начать с одного варианта терапии и заключить, что через некоторое время она неэффективна и принимать другие решения. Это не противозаконно, это естественное течение и заболевания, и процесса врачевания, поэтому давайте врачевать, давайте консультироваться, давайте общаться, давайте взаимодействовать и принимать наиболее правильные решения для наших пациентов. Ну, а мы благодарим вас за внимание и желаем вам удачи в лечении этих очень непростых, но страшно интересных пациентов. Спасибо, коллеги.